Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Понимаете, здесь не так всё просто. Для построения отношений, хороших, качественных, здоровых отношений, необходимо принимать человека таким, как он есть, если вы говорите, что вам важно построить отношения с человеком, если вы так говорите, то вам необходимо принимать его таким, как он есть. В противном случае, это уже будут не совсем здоровые и не совсем свободные отношения. Имейте, пожалуйста, это в виду. Следующее, очень важно определиться, это с целью построения, собственно говоря, хороших отношений с этим человеком. То есть для чего это нужно лично вам? И нужно ли другому человеку, то есть в данном случае, вот, собственно, этому человеку нацистическому, нужно ли этому человеку выстраивать с вами хорошее отношение? Если да, то, опять же, зачем? То есть такое, в общем-то, не бывает, чтобы люди в достаточно одностороннем порядке выстраивали свое взаимодействие друг с другом. То есть взаимодействие должно быть двухсторонним. Оно не должно и не может быть односторонним, когда люди заинтересованы в взаимодействии или частично. Вот. Поэтому вам желательно самостоятельно определить свою цель построения отношений с этим человеком. Мотивацию свою определить. Дальше. Следующий важный момент – это тоже мотивация, только мотивация уже самого этого человека. Вот. Мотивация, значит, человека менять. А если такой мотивации у человека к переменам нет, то есть если человек не хочет, а… ну… менять. То… Соответственно, вам его… ну… никак… никак… не переделать. Вам его никак не изменить. И… никак о своем поведении такой человек не задумается. Потому что… его абсолютно… эм… все… устраивает. Его абсолютно все… эм… ему абсолютно все нравится. Единственным способом, который может привести к изменению в поведении человека – это не совпадение результатов его поведения и того, чего человек хочет в целом. То есть, условно говоря, вам необходимо показать человеку, что его поведение не приводит к тем результатам, которые сам человек хочет. что его поведение, что его поведение приводит к другому результату, к результату, которого человек не хочет, к результату, который человек не желает. И… идея заключается как раз таки в том, чтобы человек увидел это, чтобы человек понял это, и чтобы человек сам сознательно начал в таком случае меняться. Как это сделать? Как это сделать? В общем и целом, если говорить в общем и целом, то через согласие. То есть, эм… соглашает… соглашает с человеком во всем, например, что он делает, соглашает с человеком во всем… во всех его действиях, вы помогаете таким образом человеку понять, хочет ли он… эм… эм… такого поведения своего в дальнейшем или нет. И если… если результат своего поведения человеку нравится, то у вас действительно не остается выбора, кроме как принять его поведение, кроме как принять его позицию, кроме как… а… относительно… ну… с уважением… эм… ее воспринимать. Если вы решаете, что вам этот человек нужен. Ну… ну… Следующий момент – это то, что вы… такое ощущение, что пытаетесь как будто бы его перевоспитать. Ну, перевоспитывать… эм… людей вообще неблагодарное дело, эм… даже если они хотят… эм… сам меняться. А говорить о том, чтобы перевоспитывать того, кто меняться не хочет, это вообще… эм… за грани. Поэтому… эм… здесь вы… вы склонны вести себя как родитель. Вот. Типа, чтобы он задумался о своем поведении, это вот такая очень… родительская позиция. Вот. И… вам эта… родительская позиция… ну… она вам… эм… ничего не даст. Эта родительская позиция сделает вас эм… эм… только несчастны и… эм… людей, с которыми вы общаетесь, от вас оттолкнет. Вот. Особенно тех, кому… родители в общем-то не… не… не нужны. Особенно тех, кому… и без родителей в общем-то в целом хорошо. Вот. Поэтому… это тоже нужно иметь в виду. Вы… не сможете… эм… наладить хорошее, как вы говорите, отношение с человеком, если будете вести себя с ним, аки, его родителей. Потому что… эм… у родителей есть успех, и… не очень-то нравится наблюдать, там, грубо говоря, еще одного родителя. Вот. Следующий момент. Эм… у вас, очевидно, эм… как-то… выдевает… эм… ну… вот… эм… поведение… эм… человека. Мне почему-то хочется сказать мужчины. Вот. Я, конечно, не знаю, но я думаю, что вы женщины, а спрашиваете вы про мужчин. Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, все наоборот. Вот. Эм… вас задевает, как-то, поведение человека, вам оно неприятно, вас оно, как-то, вот, нервирует. Эм… вас оно… вам… у вас оно вызывает неприятные ощущения. Вот. И, соответственно, это… это вот одна из мотива… ну, одна из мотиваций, эм… чтобы человек, там, измени… изменился. Да? Чтобы человек, там, начал… завести себя по-другому. Так вот. Эм… очень важный момент заключается в том, что, если вас эта ситуация вызывает, если именно вам оно неприятно, то… ну… только вам нужно за нее отвечать, эм… за эту ситуацию. То есть, грубо говоря, эм… мужчина, если это мужчина, женщина, если это женщина, эм… на мой… на мой взгляд, не должны… эм… нести ответственно за то, что вам неприятно эм… ну, вот… с… с… с ними… Да? То есть, вот вам… у вас вызывает поведение другого. То есть, вы прикладываете ответственность эм… эм… себя на другого человека за то, что вам непри… неприятно. Это далеко не самый лучший… лучший, опять же, эм… способ… наладить контакт. эм… взаимодействие. Потому что, извините… эм… вы не хотите нести ответственность за то, что происходит с вами. Вот. Ну, это крайне эм… эм… негативная история. Ну, вот. в поведении человека, то идеально, идеально было бы, если бы вы взяли на себя ответственность за то, что вас задевает, идеально, если бы вы разобрались с тем, почему вас это задевает, то есть вот конкретно, почему вас это задевает и напрягает, вот, сделали бы так, чтобы вас перестало бы это задевать, ну например, в процессе психотерапии, да, вот, и смогли бы, естественно, не спокойно, а общаться человеком. Дело в том, что нацист, нацист может чувствовать, он может чувствовать какую-то вот реакцию вашу, то есть он может чувствовать, что вас выдевают его какие-то вот действия, и благодаря этому он может продолжать делать то, что он делает, потому что видит результат от своих поступков. вот, и соответственно, вам, если вы хотите наладить с ним отношения, ну, наверное, стоит показать, что вас не тревожит и не тревожит и не парит то, что он делает. Вот, в одном случае, опять же, хорошего взаимодействия не парит то, что это человек. Дальше. Один из основных показателей того, что вы общаетесь на нацистом, это ощущение себя униженным. То есть вот, если вы рядом с кем-то ощущаете себя униженным, если рядом с кем-то вы ощущаете себя ничтожным, то это, скорее всего, рядом с вами нарцисс. И важно уметь отличать то, что дает вам человек и то, что чувствуете вы сами. То, что чувствуете вы сами, как вы, наверное, догадываетесь, находится с вами постоянно. А то, что дает вам, то, что дает другой человек, появляется только в его присутствии. Поэтому для того, чтобы общаться адекватно с таким делом с человеком, нужно принимать свой возможный неуспех, принимать свою возможную не идеальность. И не забывать, что нарциссистичная личность очень сильно себя обесценивает. То есть на публику, вовне она раскрыта, она самая лучшая, она или он самый красивый. Но внутри такой человек очень сильно себя обесценивает. настолько, насколько вообще это возможно. И вам нельзя этого забывать. Потому что, помня об этом, вы сможете воспринимать нарцисси, как большого взрослого ребенка. И мы к большим детям относимся немножко по-особому. Когда они уже не маленькие, но и не взрослые. Мы видим, что человек достаточно силен, достаточно устойчив, достаточно понимает для того, чтобы совершать какие-то действия, чтобы совершать какие-то поступки. Мы понимаем, что человек на это уже способен. Но вместо тем, мы видим, что поведение личности является, ну не сказать, чтобы, не сказать, чтобы, совсем и зрел, зрел. И в таком случае, мы позволяем человеку быть тем, кто он есть. Позволяем ему делать то, что он хочет. Понимаем, что мы его не исправили. Вот. Но спокойно, давая обратную связь, когда такой человек ошибается и принимая его, если он, ну, не ошибается. Поэтому, ваша задача воспринимать нарцисса вот так, какие-то вещи, что он делает, серьезно, а какие-то вещи, что он делает, не серьезно. Совсем не серьезное отношение к нарциссу не даст вам никаких плюсов от слова вообще. Совсем серьезное отношение к нарциссу также будет иметь негативный результат. Поэтому, общаться с человеком нужно вот именно в таком случае. Давайте я сейчас прочитаю ваш вопрос, еще раз, чтобы убедиться, что он не забыл ничего. Как общаться с так? Какие конкретные действия можно сделать, чтобы более-менее хорошо общаться с человеком? Сказал. Как заставить ему задуматься в своем поведении хоть немного? Ну, вот это... Братья, хорошее общение и заставить задуматься в своем поведении, это не только противоречивые моменты. Понимаете? Потому что, первое, это все-таки воспитательный процесс больше. Ну, если мы говорим о взаимодействии, вот. Так что вы определитесь, вы либо хотите воспитывать человека, точнее перевоспитывать, либо вы хотите с ним хорошо общаться. Во многих случаях бывает так, что когда кто-то заставляет человека задуматься, с такими людьми не общаться. Потому что, они несут угрозу. Вот. Как следует, я предложил бы вам все-таки смотреть на более такой равноправный формат взаимодействия. Вот. Если вы действительно хотите хороших, качественных отношений с мужчиной или женщиной. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация разрешится.